Запомните, никогда не стоит заниматься спринцеванием своей промежности. Наша клиентка рассказала про эту историю, когда ей было 10 лет. Она жаловалась на дискомфорт и зуд в области промежности. Ее мама не знала, как помочь дочери, и обратилась за советом к своей сестре. Она занималась народной медициной и посоветовала провести спринцевание промежности, утверждая, что это поможет избавиться от зуда. Тетя подготовила раствор на основе трав и показала, как проводить спринцевание. Процедуры они проводили несколько раз. И поначалу казалось, что зуд действительно уменьшился. Однако, спустя несколько дней, состояние нашей клиентки начало резко ухудшаться. У нее появилась зловонная боль, и зуд стал еще невыносимее. Только после этого они обратились к врачу, который, осмотрев девочку, был крайне обеспокоен. Он обнаружил, что у нее началась серьезная инфекция, вызванная нарушением естественной микрофлорового галища и попаданием вредных бактерий. Лечение было долгим и мучительным. Она принимала лекарства, а также регулярно посещала врача для контроля состояния. Эта история стала важным уроком для всей семьи. Они поняли, что здоровье требует серьезного подхода и что необходимо доверять только профессионалам.